здрасте с возвращением как базарчик сегодня не очень ну потому что суббота там сегодня море людей все все хватают машину я не поставлю два рыда там стоят о сумочек набрал хозяин блин базар делаем без меня поняли по 35 о подешевела да я нашел так ты нам сейчас все расскажешь сделаешь отчет по деньгам по всему по ценам это что это молочка я уже вижу где брал конечно же ували до валентиночки валентиночка а это что тоже этот же сулугуни да так правильно это что это нам сулугуни ну потому что ребята сейчас надо брать сулугуни лето они вот эти сыры в магазинах которые там ненатуральные у валентины все натуральное валентину я вам не раз показывала так что идите на киевский базар у нее все попробовал еще не хватало чтобы ты не пробовал да конечно надо пробовать вы подходите к валентине пробуйте потому что вдруг вам не понравится у нее там разные это шо о сливки валентина спасибо огромное пробуйте да спасибо огромное так а почем сулугуни вот это об меня больше всего интересует до но запомнил спросить валя спочем сулугуни валя почем брынза она все говорит она говорила можете забыла да у него вечно вот такая голова а чего тебя голова только непонятно она что тебе налила она говорит вот это хорошее и вот это хорошая там вина ували это шикарная домашняя у нее там она все в неплохое я думаю возьму 2 хорошо что делать не пропадет плюс светлое видишь а это темная но ты хотела розовый слушать ты сегодня в пабликах читал что сегодня день не розового вина да так вот смешать и будет не будет розовым как всегда все отлично хлеб так что здесь огурчики помидоры почем помидоры 85 огурцы 45 помидоры 85 огурчики 45 но это не ленина у дяди лени не было сегодня огурцов пришло взять другом месте но это не его у него гораздо лучше ну что сделать это но ничего но покушаем эти под подождем пока у дяди лени будут хорошие ну все вот такой небольшой базарчик кости сегодня сделал а сумок-то принес а сумок тащил слушайте а разобрал тут в принципе ничего и нету немножко есть пока что ты хочешь субботу вот вот скажи вот это люди которые работают они ходят по субботам по воскресеньям на базар пятница дорогой базар суббота дорогой завтра будет после обеда базар дешевый завтра на эти после обеда но там конечно же уже все поразгребали уже остатки так что выбирайте или дорого но хорошо или такое что осталось и подешевле завтра будет базар дешевый но мы же с тобой бездельники у нас нет привязанности каждый день трудиться с девяти до шести на работе мы можем любой момент подойти на тот базарчик и тем более тут недалеко нет надо в субботу было нам пойти до верни тебе но ничего такой опыт тоже должен быть кушать тебе давать что я спросила кушать тебе давать жарко да ну что ты хотел сказать извините надо покупать дорого вот можешь выбрать если гостям воскресенье после обеда поняли ребята боже какой сулугуни обалденный ну не господи как режет таки посмотри он уж весь смотри ну это же это же это же сказка слоится слоится дайте бочки в тебе можно да можно ему как лакомство чуть-чуть сулугуни просто обалденный просто бомба шикарный так картошечка смотрите а под вино да картошечка смотрите-ка с каждым днем уже дешевеет было 45 последний раз уже сегодня 35 так что ее сейчас много набирать не надо пошел себе на базарчик взял два кило сколько тебе надо через пару дней она будет 30 потом 25 и так она подешеве 30 на мелкая ну ты захотел такую хорошо умничка спасибо тебе что сделал базар что я пока дома побыла потому что в такую жару я ходить не могу мне тяжело спасибо большое валентина привет тоже привет и спасибо за такие вкусности это вообще а вино мы сегодня по стаканчику выпьем вечерком солнце мои здрасте вам с одессы нашел кости сегодня сделал базарчик а сейчас везет меня немножко прокатиться слушайте сейчас у нас такая погода вы знаете говорят погода не моя вот это про меня ночью дождь днем солнце шкварит и вот эта порнота она меня просто добивает я вот такая вот хожу ну короче никакая понимаете блин я не знаю вот только в машине могу проехаться и все почему тоже не знаю потому что у меня это так всегда может быть потому что такая вся блондинистая и мы такие знаешь парниковые блин смотри-ка парнике может не-не-не-не-не комнатные комнатные да инкубатор инкубаторские точно вот это про меня все ребятки поэтому ну хоть так увижу улицы из окна машины машина продается кому надо ребята вон видите телефон можете записать ребята после ролика когда я показала что я там что-то нюхаю стою на берегу моря да и очень многие подписчики начали спрашивать покажите поближе что это такое вот костик не купил видите сейчас вот хорошо я показываю все видно вот она продается вот такой вот коробочки и вот нарисована звездочка как вот это вьетнамская или китайская советского союза помните были такие баночки вот она здесь нарисована и написано зирка значит что здесь бальзам для ингаляций идет именно в коробочке те что идут в такой знаете пластиковой упаковке и слушайте они такие вонючие я вам говорю мне от них тошнота начинается а здесь видите коробочка открывается вот смотрите да досталось коробочки здесь инструкция вот такой вот карандашик его откручиваешь и вот это вот такая штучка дыхаешь он уже начал пахнуть он когда тепло на улице он вообще-то пахнет обалденно но свежесть вот здесь прямо как свежий 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 я срок свою читала там написано при простуде при головной боли в общем облегчает состояние попробуйте может вам понравится косяк что ты мне не даешь рецепты никакие как спастись от жиры что тебе сказать холодное пиво охлажденное вино и креплён а я тебе знаешь что скажу в молдавии вино разводят с водой и венгрии тоже вино с водой развел и холодненькая ой осторожно смотри на дорогу и холодненькая пьют и говорят что за рулем вроде бы и машин мало да а жира еще мозги не соображают но смотри куда ты спешишь откуда ты спешишь городе 50 километров но ты видел как он погнал смотри сити-центр все забито суббота то мы обычно в будние дни ездили а теперь у нас сегодня базар в субботу и торговый центр суббота ну чё хоть людей увидим вот хоть увидели что все заполнено а то слышишь все время ездим и шарахаемся ой нет людей ой нет машин вот пожалуйста все есть встать негде а на киевском крутился ну сейчас тут теперь тоже будешь крутиться работает работает ой-то здесь прохладно работают кондиционеры сегодня же сегодняшнего дня ты читал в пабликах что запрещено использовать кондиционеры я не знаю что везде или только вот в этих вот а то есть это не касается а то я уже слышишь думала что мне и дома нельзя кондиционер включать думаю что вообще уже что ли капец я понял посмотрим что у них новенького на прошлый раз я себе что-то хорошенькое купила вот эти пляжные платье чко и вот это черное в горошек это все здесь какой курс сегодня доллара костя посмотрю будет 40 30 40 30 окей тут ты мне что-то покупал когда-то никого курс доллара 40 20 а кося сказал 40 30 давай 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 гони гони ой смотри все уехала вот тебе нечего делать да меня пугать только шумахер за рулем ну конечно я спокойно нормально видишь иногда хочется пошелить там уже не надо ну так чуть-чуть я был без башен и когда моложе было фонда там по газам и брын все ничего не три как красиво розы здесь вот это шумахер а ты едь тихонечко за 50 одену красный сарафан накрашу губы алые и пойду я погулять по маковым полям пойду я в красный ресторан пойду я в красный ресторан ребятки ну что купила я такой вот сарафанчик волосе в акике 720 гривен до косточка да он такой приятный к телу но его надо немножко прогладить но вообще сам материал такой как жадко ну я так давно хотела красный сарафан а костик не все время не разрешал а сегодня говорит и вот этот красный цвет на него как на быка действует не нравится мы с тобой в одном месте помнишь барышня в красном виде с нами поздоровалась как ребята оцените слышишь опять сейчас мы будут писать ой длинный ой короткий он не некрасиво ой не то хорошо хорошо мне кости да ты как хорошо одобряю под цвет черешни завтра уже будем черешню срывать да и еще купила кардиган такой цветной красивый смотрите солнце вот такой я яркий летний вообще шикарный кардиган ой чуть не упала блин ткань очень мягкая такая приятная к телу это знаете вот когда летом или сентябрь месяц прохладно накинул его себе и пошел не ну конечно это не под этот сарафан это знаете можно белые брючки там лосинки что такое маечка и вот такой вот да смотри да а можно еще его завязать вот так курточкой взять и раз и такая . будет девчонка хулиганка хорошо да хорошо ну шоу костика красная футболка у меня красный сарафан но сарафан надо на обновку надо обмыть в инвалюшина вино стоит кольца кстати я не понял что это такое в бутылках вот это вот надо какой-то красивый графинчик для вина приобрести. У нас, кстати, нету. Нету для вина? Нету для вина. У тебя все для того, в самом жене. Так. Ладно, ребята. Графинчика, короче, у нас нет. Вы поняли. Теперь показываю, что нам сегодня Бог послал. А Бог нам... За вино. Тихо. Не перебивай. А Бог нам послал хинкали от Доброй Аму. Опять полуфабрикаты. Да, представляете, полуфабрикаты. А вы посмотрите, зайдите в магазин, вы увидите такую лепку. Здесь лепка ручная. Посмотрите, вот берешь, как в ресторане. Поняли? Сейчас Костик будет дегустировать. И зайдите, посмотрите в магазин, какие там хинкали. Я бы в жизни не взяла полуфабрикаты в магазине или еще в каком-то другом месте. Здесь я просто доверяю. Но если вы думаете, что мы сидим только на полуфабрикатах, я вас хочу огорчить. Смотрите. Котлетки рубленые с зеленью летние. Это я готовила. Но не показала вам только рецепт. Теперь смотрите. Вместо колбасы я колбасу не разрешаю Косте покупать, потому что колбаса это яд. Вот такой я сделала рулетик. Куриный, пожалуйста, вместо бутербродов на хлебчик, да? Вместо колбасы. Все. О, вкусно? Лучше, чем колбаса? Это же мясо. Все. Больше ничего такого, знаете, тяжелого не хочется и сделала. Смотрите, что. Так, сидим без света. Сейчас потемнеет, вообще будет темнота. Значит, помидорка, брынзочка от Валюши, базилик, оливковое масло и огурчики. Полезное, да? Овощи. И вино, конечно же. Ну, а куда ж без него? Так, теперь я рекламирую. Давай, рекламирую вино. Это отличное вино, но оно более дамское. Уже попробовал. Видите? Бутылка уже не полная. Уже попробовал. Оно более дамское. Офигенно. Так, 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 смотри. Видите, сколько уже попробовал? Поймался. И другое вино, которое ты сегодня взял? Это более мужское. Ага. Вот так вот. Можно пить и то. Можно смешать. Капец. Это твое, это мое. Ну, хорошо договорились. Вы поняли, как происходят у нас съемки? Вот сейчас Костик устанавливает штатив. У него вот такой вот крутой. Сейчас мы поставим на него камеру, и вы будете видеть нас двоих. Потому что так не получается. Видите? Целое дело. Ну, вот так видно? Стол видно? Да, тебя, тебя видно. Я красивая? Офигенно. Ну, значит, так и оставляй. А если нет, то там отрегулируй что-то. Где сама смотри? Ой, начинается. Короче, ребята, это мы показываем то, что за кадром. И вот мы не можем сесть покушать, потому что нам надо сначала настроить камеру, штатив туда-сюда. Тут уже все немножко подостывает. В общем, вот такой вот у нас труд, чтобы вы понимали. Сейчас я теперь вот смотрю, как он там настроил. Гол просто себе наливаю. Я у тебя в глоточек. А ты у меня? Да. Опять обедаешь? Опять обедаю. Так всегда вот. Это мой худой такой. Ой, худой. На, смотри. Ой, худой. Почему ты говоришь, это шикарное? Да, хорошая, Вене. Шикарное. Чтобы ты не пила. Это тоже хорошее. Капец. А ну, пробуй хинкали. И скажи, как магазинные или как ресторанные. На салфеточку. Ой, смотри. На, сок. Доброе му. Вы молодцы. У меня тоже сок есть. Посмотри. Посмотри, как хлынуло оттуда. Это, я же говорю, там все как в ресторане. Ну, ребята, на вкус и свет. Может быть, да. Немножечко, может быть, что-то не так, как вам нравится. Ну, вот вы посмотрите на эти хинкали. Сок просто брызнул. Залил мне всю тарелку. Я не ожидала. Девочки, чтобы у вас ручки не болели. Супер. Бери еще одну. Сока много. Я не ожидала. Серьезно. Я еще хинкали. Капец. Я думала, там, знаешь, вот тут просто как мясо и все. А ну, как палилась. Доброе ему. Спасибо вам огромное. Мы будем к вам приходить. А интерес, что там другие есть? Ну, надо узнать. Мы же не знаем ничего. Ой, слушайте, ребята. Я вам сейчас хочу зачитать один комментарий. Я немножко от него. Послушайте. Пока ты читаешь, я кушаю. Кушай, кушай. Смотри, сейчас потечет. Вон, смотри. Боже, хлыщет. Ты видишь? Да. Сербай. Давай. Не учите меня жить. Лучше помогите материально. Класс, да? Да. Так, слушайте. Константин так похудел в рейсе. Мало того, что жара и тяжелая работа, так еще и питание, что врагу не пожелаешь. Она там была, слышишь? Она там знала. Знает, что там и как. Если повар филиппинец, то это капец. Он бы мог рассказать о меню. Снимать на судне нельзя, но рассказывать можно. Он немного поправился, но за вас стыдно, что балуете в кавычках его не домашней едой, а купленной заморозкой. Одесситки всегда славились умением, имением она написала на нашу гость, готовить из ничего и делать что-то. Вы заявляете о себе, как об одесситке. Заморозка это для молодежи, которые не умеют готовить. А, может, вы из тех, кому всю жизнь мама готовила? Золото ты мое! Звезда ты моя парада! Ну, ты понимаешь, если бы это писал человек, который первый раз попал на наш канал, да, ну, я бы могла это понять и простить. Тут, ну, человек, я посмотрела, там столько комментариев она написала, и в каждом комментарии она немножко клюет, клюет, подкалывает. То ей это не нравится, то и то не нравится. Золото, большое тебе спасибо, потому что у нас на канале так все сладко, так все нас хвалят, что даже писали, что у нас комментарии купленные. А здесь, ну, просто мне самой стало, весело, да, ребята, те, кто меня знают, вы же знаете, что я показываю раньше, сейчас в последнее время не показывала, но показываю рецепты на раз, два, три, и очень многие по моим рецептам готовят. И здесь вдруг такой комментарий. Солнце, вы же поймите, я же не показываю вам всю мою жизнь, я вам показываю отрывочки из нашей жизни. Допустим, прогулка, допустим, там что-то, огород, сад. Но я же не показываю, как утром мы проснулись, как мы позавтракали, потом как пошли умываться, чистить. Как их зовут? Маман Люба. Коллега. Спасибо за заботу. А чего коллега? Она знает морской труд. А, так откуда ты знаешь, она там где-то может слышала. Повар и филиппинцы бывают. У нас нормальный наш повар был. Питание хорошее. Просто там режим. Всегда Костя приходит с рейса, он всегда... Костя приходит до 10 килограмм. Ну вот, да. А потом быстренько набирает. У нас там режим допустим. Вот смотрите, он уже сейчас у меня в норме. Ты проснулся, пошел покушал. А там... Проснулся и на работу. Он бедуший. Все. Короче, ребята, вы видите... Что ты меня перебиваешь вечно? Не, ну это можно выдержать. Я что-то рассказываю, он раз перебил и все. Взбил мне все мысли. Что я говорила? Что я показываю только часть нашей жизни. Я же не показываю, что мы утром, в обед и вечером кушаем. Если я купила что-то, я вам показала. Это не реклама. Я вам показываю, где мы что покупаем. Если мы покупаем у Валентины это вино и брынза, вся молочка идет у нас от Валентины, то это не реклама. Я просто показываю... Если бы это было плохо, вы не брали. Ездить мы бы не брали. А вы посмотрите, мы постоянно берем. Значит, дальше. Вот даже сейчас на столе у меня хинкали и домашка. Вы же видите, и котлетки, и рулет, и салатик. То есть, Костя, тебя плохо питают? Я хорошо питаю. Ну вот и все. Телось бы лучше. Я нормально. Так что, дорогая наша подписчица, пишите дальше. Пишите письма. Пьем за ваше здоровье, чтобы вы так жили, как Костик живет. Хинкали бомба. Солнце мои, всем хорошего вечера, тихого, мирного, чтобы ничего не летало над головой, кроме наших облачков и тучек, которые сейчас над нами. Слушай, погода, да? Парит. Мы просто сидим, задыхаемся. Днем жарило солнце, сейчас опять тучи, наверное, будет дождь. И вот эта вот парнота, и у нас же здесь море рядом. Просто дышать нечем, я вам говорю. И света нет. И света нет. Ушла. Мало того, что тариф повысили. Так, короче, издеваются, как хотят. Да ладно. На, огурчик тебе. На, а то говорят, что я тебя плохо кормлю. Смотри, базилик, базилик с оливковым маслом. Боже мой, помидорки, брынзочка. Еще вот так даже полью оливковым маслом сверху. Оливковое масло, это ж полезно. Базилик, это полезно, убивает все микробы. Это как антибиотик. Кушай салатик, кушай мяско, кушай домашку, кушай заморозку, кушай все, пей вино, пой, танцуй. Пей, танцуй. До утра. До утра.